Вот, то есть вы сейчас увидите всю динамику развития нашего портала. И я хочу сразу сказать, что те люди, которые еще не подключились, а, собственно говоря, наверное, правильно сказать, не то, что не подключились, а еще не инвестировали. Потому что пока что все, кто инвестировал в Macrosmatic, покупали токен MATR. Это токен, royalty токен мы его называем. И также у нас действовала небольшая реферальная система, и можно было бы по этой рефералке получать второй токен, токен MATU. Это два токена, у них есть отдельная бумага, токенизация, ее можно прочитать. И в чате она у нас была в официальном канале. Мы, может быть, освежим, снова запостим, чтобы все понимали токеномику. То есть у нас тут не просто портал, он еще и на блокчейне. Там есть токены, и все операции происходят на блокчейне. И когда человек подключается к порталу, он автоматически создает, вернее, портал ему автоматически создает кастодиальный кошелек. Это, знаете, когда на биржу регистрируешься, тебе достаточно просто зайти и зарегистрироваться. Ты заходишь в личный кабинет, и у тебя там все кошельки уже открыты, причем во всех валютах. Такой же кастодиальный кошелек будет открыт здесь у нас в Macrosmatic. Регистрация очень простая. Не надо скачивать никаких кошельков, там Tronlink или какой-нибудь Metamask. Не надо всего этого. Не надо покупать газ. Не надо заморачиваться. Вы регистрируетесь, как обычно регистрируется на порталах. И после этого вы инвестируете различными способами. И к криптовалюте, и оплатой картой. Ну, пока не все способы реализованы, пока в криптовалюте. Но в дальнейшем будет большой сервис. Много разных способов. И вот сейчас я хочу объявить промоушен. Конечно же, компания открывается, и она не могла не открыться без подарков. Это просто невообразимо было бы. И я тоже контролирую этот процесс, чтобы были подарки у тем, кто первый подключается. Так вот, я, может быть, сейчас по памяти не все озвучу. Хотя вот мне подсказочку уже вывели. Те, кто подключается сейчас в течение июля, ну, то есть первого месяца нашего, к порталу, подключаются с 40-процентной скидкой. Может быть, не все знают, что за копирование, за присоединение к общему счету копирования у нас берется ежегодная абонентская плата в размере 100 долларов всего лишь. Так вот, вы можете подключиться за 60 долларов. 60 долларов – это как раз та сумма, которая расписывается по реферальной сети. 40 процентов, то есть 40 долларов остается у компании. Так вот, то, что оставляет у себя компания, на июль месяц компания дарит нам. То есть мы эту сумму просто не вносим. Поэтому это первый бонус. Весь июль вы сможете присоединяться к копированию, к общему единому торговому счету без полной абонентской платы. То есть вы платите всего лишь 60%. Большая скидка. Дальше. Блиц-конкурс с призом для сетевиков. То есть те люди, которые будут привлекать на нашу платформу еще других людей, и их люди будут привлекать еще людей. Ну, то есть будет запущено вот это MLM срафанное радио. Мы устроим блиц-конкурс с выдачей, как это называется, призов, да, в конце этого конкурса. Какие призы пока оставляем в секрете, но это будет значимо и весело, и весомо в том числе. Вы эти призы получите. Самое главное просто строить как можно больше команду. Чем больше людей у вас будет в команде, тем больше у вас шанс попасть в число призовиков. Не призовников, а призовиков, у кого призы будут. Следующий слайд. И еще два бонуса. Это первое, это первые 100 человек, которые присоединятся к копированию. Первые 100 человек. Я еще раз поясню, что у нас есть те люди, которые покупали токены, они уже присоединены к платформе. Здесь имеется в виду присоединение деньгами. То есть вы должны будете внести 100 долларов абонентской платы и минимальный взнос. Мы, кстати, это не объявили, какой у нас минимальный взнос для копирования. Это 500 долларов. То есть всего получается 100 плюс 500, 600 долларов. Если вы это сделали в июле, и вы вошли в число первых 100 человек, которые это сделали, то в подарок вам мы отправим вот эту книгу моего авторства. «Неосфера 2069. Будущее будет светлым». Это книга, которая у нас 250 с лишним страниц. Это роман. Это нескучная научная книга. Книга, которая повествует о том, какое у нас будет будущее в свете развития технологий. Компания «Макросматик» у нас технологичная. Основатель компании эту книгу прочитал, вдохновился, одобрил. И для того, чтобы мы с вами все разговаривали, во-первых, на одном языке и представляли себе какое-то, ну, ближайшее как, до 2069 года, почти 50 лет, ретроспективу целую будущего, чтобы мы понимали не просто, что такое биткоин и блокчейн, а зачем он нужен, то есть как он будет внедряться, как эта технология будет внедряться, что она несет в нашу жизнь. Вот для того, чтобы у вас было это представление и видение будущего на много лет вперед, мы дарим первым 100 участникам эту книгу. Ну, а мне как автору это отрадно и приятно, что основатель ее одобрил, и она ему понравилась и зашла. Вот, надеюсь, что вам тоже зайдет. Эта книга будет вам не просто переслана, но и переслана бесплатно, то есть вы ее просто получите на дом. Форма заявки, это мы все отработаем. И еще один, 100 токенов MATR. Я напомню, что токенов MATR – это часть в чистой прибыли компании всю жизнь работы этой компании. И вот вроде бы как нельзя уже купить токен MATR, но возможность получить часть чистой доли прибыли, она еще осталась. И осталась для тех, кто в июле будет присоединяться к компании. Если вы присоединяетесь к торговле, к единому торговому счету на сумму от 1000 долларов, ну, то есть 1100 получается, да, потому что 100 – это абонентская плата, 1060, если быть точнее, со скидкой, то вы получаете совершенно безвозмездно полную работающую, без всяких ограничений, токеном MATR в количестве 100 токенов. То есть вы их сможете перепродавать, вся токеномика на них распространяется, и пока вы их держите, вы получаете долю в общей прибыли компании. Так, вроде бы все сказал. Да, это будет у нас для тех, кто с первого по пятое, сегодня у нас первое по пятнице, то есть если вы до пятницы инвестировали от 1000 долларов, плюс абонентская плата 60, то вы получаете вот эти 100 токенов. Но у нас есть ограничения в бюджете. Либо кончится срок, до пятого вы сможете получить эти 100 токенов, либо кончится бюджет. Это 10 тысяч токенов. То есть, грубо говоря, первые 100 человек их и получат. Вот так, друзья. На этом объявление о промо у нас закончено. Я хочу объявить следующего спикера. Этот человек, на котором я бы сказал так, наверное, я не буду, не преувеличу, если я это скажу. Это человек, которого зовут Михаил, его фамилия Пыжов. И на нем, по моим, по крайней мере, ощущениям, вообще держалось все открытие. То есть, соединить всех специалистов, запрограммировать, всем все правильно объяснить, донести вот эту миссию МакКосметик, все алгоритмы, система выплат, и даже дизайн, совместить все это в общий рабочий ритм, чтобы все специалисты друг друга подхватывали и вовремя продолжали работу друг друга. Вот это все, вся эта работа висела на Михаиле. Миш, я очень рад тебя представить. Вот ты уже на экране сейчас будешь. Да. Расскажи, пожалуйста, то, что ты сегодня хочешь нам сказать. То, что ты заготовил. Как тебе, во-первых, удалось соблюсти этот срок, который Макс поставил? Вообще, командная заслуга. Мы все очень хорошо и плодотворно трудились с отдачей, с максимальной. Вообще, у нас изначально не было возможности запороть срок. Потому что… Без вариантов. Да, и потому что наш продукт и вообще то, насколько пользователи охотно будет им пользоваться, то есть это зависит от многих факторов и в первую очередь от доверия пользователя. Если SEO сказал, что мы там 1 июля должны выйти, то есть как мы бы выглядели, если бы 1 июля не сделали то, что обещали. То есть у нас не было возможности, и мы это прекрасно понимали, и вся команда это прекрасно понимала. Там выходили в выходные, где-то там прикрывали друг друга. Я по секрету скажу, что, знаешь, есть другие команды, которые как бы на это закрывают глаза. Но прекрасно, что мы не такая команда, что мы в срок. Да, мне очень нравится наша команда и то, какие ценности мы все разделяем. Мы все вместе создаем очень экологичную схему, в принципе, для всех. Мы все понимаем, что выиграть мы сможем только вместе. То есть это касается всех абсолютно участников процесса, и пользователей, и инвесторов, и команды разработки. То есть всех абсолютно мы сможем выиграть только вместе. Скованной одной целью. Конечно. Связанной одной цепью. И мы делаем упор именно на доверие за счет нашей открытости. То есть у нас полностью открытые планы, открытый бэклог, открытая документация с описанием правил работы реферальной системы, с правилами работы вообще всей платформы. Мы готовим сейчас базу знаний. Вообще в целом хочется сказать про, ну вот задачу я примерно писал. Наша задача была разработать платформу, которая позволит пользователям подключаться к нашему торговому роботу. То есть торговая сеть у нас уже был, торговый робот был, он уже работал, приносил доходность. То есть вот те показатели, которые вы видели, они уже были. Наша задача была создать инструмент для пользователей, чтобы он зашел там через свое устройство, зарегистрировался, завел свои деньги, да, то есть криптовалюту именно, с фиатом мы пока не работаем, именно завел деньги, завел их в торговлю и видел, как они обращаются, как прирастают, да. Потому что каждый день робот торгует в автоматическом режиме, принимая решение об открытии и закрытии сделок, да, то есть формирует либо прибыль, либо убыток в зависимости, ну то есть вот с теми показателями доходности и прибыльности сделок. И полученная прибыль, то есть распределяется между пользователями в зависимости от того, ну, вклада в этот общий котел, да, который у нас варится там на едином торговом счету. Мы, получается, ну, очень сильно торопились, то есть действительно планы были очень амбициозные, такой вот именно вызов для всей команды был, да, и мы как гоночную машину всю эту платформу, изначальное техническое задание, с которым мы там сели, резали, вот облегчали, насколько возможно. То есть самое главное нам было сделать, ну, обеспечить вопрос безопасности и удобства использования, да, то есть чтобы, ну, все-таки это деньги, да, то есть это очень важно, это много рисков, и больше всего мы уделили внимание стабильности и безопасности. Вот, к сожалению, от некоторых пользовательских удобств, да, то есть удобств, в том числе некоторый функционал, который мы с тобой обсуждали там для сетевиков, то есть для людей, кто умеет и будет строить сеть, важно понимать вовремя сигналы, то есть иметь информацию, статистику, аналитику о своей структуре, да, то есть понимать, куда двигаться, какие действия сделать, чтобы заработать, то есть это очень важно в интерфейсе заложить, но из-за того, что, говорю, мы как из гоночной машины там выкидывали кресло и обшивку, мы, ну, то есть облегчали, насколько возможно, систему. Сейчас у нас есть там ряд косметических дефектов, то есть, ну, надо признать честно, то есть там есть, что поправить. Мы сейчас это делаем, ну, сделаем в ближайшее время в спокойном режиме. У нас сегодня с утра произошла там ситуация, когда мы уже выкатили продукт на прот, ну, то есть на рабочий сервер. Пользователи начали писать, то есть заметили, что там произошла ошибка в балансах токенов. Да, матовый матовый матовый. Мы уже разобрались, то есть с самого утра. Я хочу еще раз рассказать просто, что мы, когда заливаем обновления, мы не трогаем базу. У нас трехкомпонентная структура, то есть у нас есть клиент, сервер и база данных. Клиент – это то устройство, в котором мы открываем, то есть интерфейс пользовательский – это фронт. Сейчас это в виде веб-приложения у нас выполнено, да, то есть и мы сразу адаптировали это все под мобилку, потому что понимали, что 75% трафика будет где-то с мобильных устройств, поэтому то, что я сейчас покажу демонстрацию, она адаптирована под мобильный телефон, чтобы людям было удобнее с мобильного устройства заходить. Далее мы чуть попозже сделаем нормальный функциональный веб-приложения кабинет, в котором будут дешборды, в котором будет прям аналитика, которую можно будет скачать, посмотреть, сделать выгрузку и так далее. То есть все вот эти вот планы развития у нас достаточно большие, и кроме того они открыты. То есть у нас есть доска, продуктовый бэклог, да. И скрытка даже есть. Да, пока это реализовано просто за счет инструментов уже готовых, готовых программных решений, но в дальнейшем мы планируем интегрировать это все в свой сайт, то есть чтобы все в одном месте. У нас была и база знаний, и там история с продуктовым бэклогом. Кроме того, у нас есть, опять же, вот в рамках управления ожиданиями, стоек колдеров, да, то есть всех вот этих вот заинтересованных лиц, у нас есть в планах создания возможности для пользователей, то есть предложить идею и за нее проголосовать. То есть мы делаем продукт для людей, для пользователей, и мы даем им возможность решать, то есть куда развивать этот продукт. Да, то есть, да, ну, не совсем демократия, но важная связь, то есть потому что мы в любом, говорю, случае находимся в одной лодке. Да, то есть система, это система обратной связи. Мы вот как с тобой общались. Каждый голос будет услышан. Да. Да, каждый голос будет услышан. Я не гарантирую того, что услышанное будет сразу реализовано. Это, понимаешь, тут моя работа вот именно находить баланс между тем, что хотят пользователи, что хочет бизнес, да, и что технологически возможно. То есть чтобы вот соединить это все, и все от этого выиграли. Вот. Получается, эта возможность будет реализована в ближайшее время, вот именно с возможностью предложить идею для разработки, да, то есть, и, ну, то есть мы уже будем это, это тоже будет доступная открытая информация, пользователь сможет посмотреть. На самом деле, такие кейсы уже реализованы, это очень хорошие кейсы на рынке, то есть есть примеры хорошей реализации, мы на них просто опираемся. А, значит, мы идем проторенной дорожкой, хотя она малоизвестна. Успех – это технология, да, то есть любая там, построить здание – это технология, это просто последовательность определенных действий, которые, ну, нужно выполнять, и все. Точно так же там, ну, вот финансы – это тоже все успех, вот, и общение с пользователями, да, то есть это тоже процесс, который, если нормально выстроить, то есть можно прийти к определенному, заданному, нужному результату, вот. Поэтому мы это понимаем, мы этим занимаемся. Поэтому мы в процессе разработки записывали периодически, ну, то есть я записывал отчет о том, что мы сделали, да, то есть показывал там презентации, пусть и немножко, но, то есть мы были на связи, насколько это возможно, чтобы там сильно на этом времени не уделять, потому что темп был большой, то есть мы хорошо поработали, сейчас немножко выдохнем, почистим баги и, то есть сядем заниматься организационными процессами. У нас еще очень много работы, потому что помимо создания и развития продукта, у нас есть задача организовать всю эту систему, то есть системно выстроить все процессы, потому что планы у нас большие и без какой-то четкой слаженной системы вот именно тех технологий, которые приведут нам результату на уровне прям, ну, привычек и закрепленной последовательности действий внутри команды, да, то есть договоренности, чтобы все, каждый понимал, кто за что отвечает, кто от кого, когда, от чего ожидает. То есть у нас очень много было таких вот моментов, где мы теряли, теряли эффективность, теряли там время, там, переделывали что-то, потому что процессы были не выстроены, но мы MVP, мы запустились, и сейчас, то есть у нас другая стадия перехода в операционную модель, и, ну, вот этим будем мы сейчас заниматься. То есть, Михаил, мы строим большое здание или большой корабль, так скажем, да, у какого-какие ассоциации, и для того, чтобы это здание там прочно стояло и всякие шторма перенесло, да, нам нужен прочный фундамент. Да, безусловно. Вот ты сейчас говорил об этом фундаменте. Да, да. То есть система управления технологичная, да, которая, где каждый член команды будет друг другу понимать. Да, конечно. То есть, ну, просто есть определенные стадии развития организации, стадии развития продукта, и, ну, нас это, если мы хотим вырасти, нас это коснется неминуемо. То есть, поэтому мы это всех прекрасно понимаем, у нас есть план. То есть, значит, получается, что нам, как пользователям, ожидать какого-то аврала в будущем уже не надо? Нет, ну, смотри, что... А это все поставим, да? Что такое аврал? Смотря что понимать под авралом. Я далек от мысли, что этот путь будет легким. Да, то есть нам придется преодолевать какие-то... С какими-то сталкиваться вызовами, проблемами, трудностями. Речь не о том, что мы обещаем там воздушные замки. То есть речь о том, что мы знаем, куда идем, мы четко это декларируем, показываем. Все открыто, все доступно. Если есть какая-то проблема, мы ее решаем. То есть мы от нее не бегаем, мы ее не замалчиваем, просто ее решаем, смотрим. То есть и для этого нам нужно вот эту коммуникацию использовать. Все по-человечески. Конечно. Все грамотно, по-человечески. И не изобретаем велосипед. Используем все уже изобретенным в том числе. В некоторых местах изобретаем. Изобретаем там, где наши прерогативы. Там, где уже изобретено, мы просто этим пользуемся, потому что... Да, конечно. ...человечество уже как бы давно все изобрело. Что могло. А что не могло, изобретаем мы. Да. Вот. Я вообще хотел показать, провести некоторую презентацию, чтобы показать, как работает наша платформа сейчас, вот в данном режиме, в данный момент. Я уже говорил, что она адаптирована под мобильное устройство. У нас есть адаптированный под мобильное устройство лендинг, который переведен в том числе на английский. Это не тот сайт, который мы хотели бы видеть, но мы просто объективно понимали, чтобы сделать хороший, информативный, вовлекающий, продающий сайт, нам нужно больше времени. То есть у нас есть уже заготовки, у нас уже почти все готово к передаче в разработку, но просто за счет того, что система достаточно сложная, потребовала времени на тестирование стабилизации. Там очень много нюансов, связанных с выплатой реферального вознаграждения, и важно, чтобы все это было, ну, работало правильно, да. То есть как описано, на проверку этого всего требовалось очень много времени. Мы немножечко подвинули наш сайт, и в ближайшее время его выкатим, обязательно покажем, расскажем, повестим по всем каналам. Ну, Миш, ты сейчас показываешь, это то, как оно выглядит из мобильника? Да, это выглядит в мобильном. Просто я открыл его в браузере, мне так удобнее просто подключиться к трансляции. Но в мобильном будет выглядеть абсолютно точно так же. В зависимости от ширины экрана, ну, плюс-минус. То есть я хочу провести небольшую демонстрацию, просто как создать аккаунт, как его верифицировать, как, получается, завести деньги на счет, как перевести их в торговлю, и, ну, вот как это все выглядит, пройти этот пульт пользователей вместе. Я для этого нажму кнопку «Войти», откроется окно авторизации, но так как я еще аккаунт не создал, я хочу создать новый аккаунт, я нажимаю вкладку, перехожу на вкладку «Регистрация» и ввожу нужные данные. Мы тут немножко это... Если будете находить косметические дефекты, пожалуйста, не пишите нам. Мы очень... Мы знаем обо всем. Мы знаем, как делать очень хороший, качественный продукт. На самом деле мы старались даже в формате MVP сделать человека читаемый, удобный и вообще, ну, friendly интерфейс, чтобы можно было... Миш, ты свой телефон настоящий, пишешь. Вы будете признание в любви по ночам присылать. Да, ради бога. Так, партнерский код. Партнерский код. А скиньте мне кто-нибудь партнерский код. Партнерский код – это та самая, которую мы называем реферальная ссылка. Да, это реферальная ссылка. То есть если я веду партнерский код, система поймет, что я пришел от конкретного реферала, да, и я встану в его структуру, то есть присоединюсь к нему. Это очень важно, когда вы регистрируетесь, то есть регистрируетесь по той ссылке, которую вам скинул ваш друг, партнер. А если у человека нет этого реферального кода, он не сможет зарегистрироваться? Если у человека нет реферального кода, он сможет зарегистрироваться только завтра. Да, потому что, ну, я смотрю, это ошибка, мы не отключили обязательность этого поля, то есть оно должно быть необязательным по нашим правилам. Так, сейчас я партнерский код введу. Ну, тогда, пока ты вводишь, я тебе скажу, я зрителям скажу, что люди, которые зарегистрируются без партнерского кода, это те, которые приглашены самой компанией, то есть какие-то маркетинги у нас будут, мероприятия связанные с этим, вот, и мы будем распределять по-любому в партнерскую сеть. То есть те, кто лучше работает, будут получать вот таких. Я, на самом деле, сейчас вот, чтобы не сложилось сложного впечатления, партнерский код вводить руками вообще не обязательно. То есть я это делаю, чтобы не переключать экран. Мне откинули в телегу ссылку, сейчас ребята, и там, просто кликая на ссылку, мы сразу переходим на форму регистрации, и поле партнерский код будет предзаполненным. То есть оно уже будет здесь, и вообще эта форма будет улучшаться, у нас есть там план, то есть мы работать собираемся на весь мир, поэтому мы сразу заложили сюда верификацию там номеров, правда, это работает еще не со всеми странами, потому что там оказалось очень много нюансов у каждой страны, разные форматы, маски, количество там символов в номере и так далее. Вот, я регистрируюсь, нажимаю кнопку «Отправить», и такой телефон уже существует. Я уже, значит, его где-то вводил. Все, я зарегистрировался, сейчас сохраненный пароль, логин, ну, то есть предсохранились вот сюда в поля, я захожу через кнопку «Войти», и теперь, да, теперь мне просто пойти в верификацию. Для чего это нужно? То есть вообще, поскольку мы работаем с деньгами, это очень важный момент, чтобы мы были уверены, что под аккаунтом, логином и паролем зашел именно тот пользователь, которому он принадлежит. Поэтому мы создаем несколько разных степеней защиты, и это только начало. То есть будет процесс чуть-чуть, ну, намного безопаснее, но нам придется добавить полную верификацию пользователей, да, плюс у нас есть… Кейвайси, да. Да, Кейвайси, поскольку у нас есть там пожелание, мы собираемся, во-первых, в белое поле выходить и получать лицензию на деятельность, а во-вторых, у нас есть много, ты сам знаешь, партнеров из Европы, которым важно тоже в белую проводить все доходы, делать выгрузку для налоговой и так далее. Но граждане Америки, наверное, пока не могут у нас в платформе участвовать, да? Вот лицензия грузинская будет давать нам такую возможность, Максим? Честно говоря, я не знаю, что мешает. Да, там security, как их называют, SEC, да. Поэтому пока без американцев получается. Чтобы пройти верификацию, мне нужно будет связать… Канадцы могут. Канадцы, да. Чтобы пройти верификацию, мне нужно связать свой аккаунт на платформе Macrosmatic с моим Telegram-аккаунтом. У нас правило есть такое, что зарегистрировать на одну почту и на один… То есть в системе может быть уникальной… Вернее, должна быть уникальная почта, телефон и никнейм… Ну, это вообще параллельная компания, один человек, один аккаунт. Да, один человек, один аккаунт. Если хочешь открыть мульти-аккаунт, это как бы не про нас. Да. То есть тебе нужно найти там жучку, внучку, жену, бабушку, кого угодно, да? То есть должны быть реальные люди за аккаунтом. Сейчас мы на самом… Ну, пока мы не сделали KYC, мы не сможем сделать это реализовать, потому что любой пользователь может создать себе кучу аккаунтов в Телеграме и в кучу аккаунтов в нашей системе. Но пользователь будет знать, что KYC будет. Да, KYC будет. То есть потом… И надо будет давать какие-то данные на каких конкретных… Да, безусловно. То есть у нас прямо документальная… Ну, проверка документов будет. То есть, ну, это пока не сейчас, но это планируется, потому что без этого мы в правовом поле, ну, вот, лицензию не получим. Вот. Получается, чтобы пройти верификацию, очень важно, если кто-то будет создавать себе несколько аккаунтов, знайте, что когда вы нажимаете вот сюда, и открывается ссылка на бота, это просто ссылка на бота. То есть это просто ссылка на страницу, которая позволяет перейти в чат бота, не более. И если вы сейчас актив… Ну, то есть вот сейчас на данный момент вы открываете в Телеграм приложении эту ссылку, и у вас в данный момент в аккаунте выполнен вход не того аккаунта, который вы хотите связать, у вас ничего не получится. То есть важно, чтобы в Телеграм, чтобы в Телеграме активирован был тот аккаунт, который вы хотите связать. Вот именно под ним должен был быть выполнен выход. Дальше мы нажимаем ссылку на бота, он открывается в новой странице, открывается приложение Телеграм, я нажимаю на чат, и бот мне пишет, введите код верификации аккаунта. Вот именно вот этот вот код, так, я его скопировать отсюда не смогу, 302-460. Вот, это соединение безопасное, то есть вы пишете, связывая свой аккаунт с ботом, то есть, в принципе, его вот этот вот код, даже если кто-то перехватит, но ничего толку от этого не будет, потому что у него не выполнен вход в ваш аккаунт. Если он отправит, ну, начнет диалог с ботом со своего аккаунта, то есть он никак не свяжет ваш. Поэтому эта схема достаточно безопасная, мы ее выбрали именно поэтому вместо почты и телефона на старте у нас был выбор, потому что мы понимали, что все сразу мы сделать не сможем, не успеем. Вот, поэтому я возвращаюсь на платформу, если я обновлю страницу, то статус поменяется на подтвержден. Все, я теперь могу вернуться на главную, здесь же у нас по принципу организации интерфейса мобильного приложения сделаны внизу кнопки, которые позволяют переключаться между разделами и получать доступ к тем или иным функциям в системе. То есть есть некоторые некликабельные элементы пока в интерфейсе, они заложены на будущее, на развитие, чтобы вы понимали, где это будет находиться. Вот, мы попадаем на главную страницу, здесь мы видим историю операции, пока она пуста, сейчас мы будем заводить деньги и появятся, ну здесь появятся операции. Партнерская сеть здесь собирает информацию о выплатах, тоже она пока пуста. Здесь у нас есть несколько счетов, это счет личный в USDT, это счет привязанный к криптокошельку. То есть на каждый аккаунт, созданный в системе, у нас система создает, у нас создана там криптообвязка, которая создает для каждого аккаунта свой кошелек. В BEP20? Да, в системе BEP20 на Binance Smart Chain, да, на блокчейн. Получается, счет инвестора, то есть поскольку у нас есть группа пользователей, которые успели купить токены, здесь ошибка на самом деле, они называться должны наоборот. Есть счет инвестора, которые вложили деньги свои, да, то есть купили токены Матера, и для них в системе будет реализован отдельно другой функционал. То есть им важно будет смотреть и видеть, сколько дивидендов заработали они и почему, сколько компания заработала, ну, то есть и так далее. То есть всю эту прозрачную статистику мы тоже будем выгружать, и это будет в отдельном разделе приложения, чтобы можно было посмотреть и проанализировать тот, ну вот, как работает этот аккотик, да, то есть всю статистику за какой-то период или за все время. Раздел будет только у них, у совпадения. Да, безусловно, то есть только у тех, у кого есть токены Матера. Вот, бонусный счет – это токены Мату. У нас это выполнено, токены Мату выполняют функцию балла лояльности и является некоторой такой внутренней валютой. Мы разработали там ряд механик, которые позволяют получить определенную выгоду пользователям Мату, и некоторые функции, некоторый функционал в системе будет доступен только за Мату. Это будут очень, ну, хорошие, полезные штуки, которые помогут. То есть ты хочешь сделать нечто, сначала заработай Мату, а Мату можно заработать только… Только приглашением портала. Да, да, то есть мы таким, ничего, мы про деньги, да, то есть мы за общую выгоду, мы выигрываем от того, что партнер приводит партнеров, мы ему отдаем ценность, он эту ценность использует в системе, либо обменивает на USDT. Я просто хочу, просто так, спойлер небольшой сделать, что, ну, вот не делайте этого пока, потому что там подъедет сейчас функционал, который, на который вам захочется потратить Мату, ну, у вас просто не останетесь. Желательно повременить с обналичием USDT, да? Да, вообще, в принципе… Даже пожалеем потом, скорее всего. В принципе, Мату для этого и создан, чтобы мы могли вот внутри создавать ценность пользователям за счет каких-то, ну, полезных дополнений к продукту, да, то есть каких-то функций, которые недоступны. Я, ну, сейчас спойлеров больше делать не буду, но через некоторое время мы с анонсами с этим выйдем. Сейчас давайте… Мы зарегистрировались, верифицировались, зашли в главную страницу приложения. У нас есть инструменты, которые компания предлагает пользователям. На данный момент сейчас активен только единый торговый счет. Два других инструмента в плане разработки в продуктовом бэклоге. Единый торговый счет, он позволяет подключиться. То есть единый торговый счет – это тот счет, на котором убедены все деньги пользователя и которым управляет торговый робот. То есть торговый робот подключается к этому счету и открывает, закрывает сделки, то есть управляет непосредственно этим активом. А сама платформа и система учитывает и показывает пользователю, сколько робот заработал, то есть визуализирует всю эту информацию, выплачивает начисление и так далее. Чтобы подключиться к единому торговому счету, нам нужно оплатить подписку. У нас есть кнопка «Подключиться к торговле». Мы нажимаем ее и попадаем на страницу условий, ну, их можно изучить. Сумма подписки 100 долларов в год. Нажимая «Оплатить», я попадаю на экран оплаты, где система подсказывает мне, что на моем личном счету для оплаты подписки средств недостаточно. То есть сначала деньги закидываются на личный счет, а потом уже оплачиваются. Да, да. То есть, безусловно, мы могли бы сделать это и в один шаг, но это важный момент. У пользователя должен быть выбор. То есть он должен сделать в какой-то момент времени выбор, что я завожу на счет вот столько-то денег или вывожу. И мы не можем это делать, ну, это не совсем правильно с точки зрения пользовательского опыта. Поэтому у нас система позволяет вот здесь же сразу подсказывать, что можно пополнить счет. Я нажимаю на кнопку «Пополнить счет» и система показывает мне адрес кошелька в системе Binance Smart Chain, блокчейн, который привязан к моему аккаунту. То есть управление вот этим кошельком происходит полностью в автоматическом режиме системы. Вот. У нас есть адрес кошелька, который можно скопировать, либо навести QR-код. QR-код, да. И сразу здесь у нас есть подсказка. То есть у нас 100 долларов стоит комиссия, минимальный торговый баланс 500 долларов, и комиссия за переводы будет там 2 доллара. Поэтому мы сразу рекомендуем оплатить 602 USDT, чтобы не тратить на транзакцию. Почему транзакции возникли? Это не дополнительный способ собрать деньги с пользователей, это необходимость, потому что криптообвязка, любая транзакция в системе блокчейна, она стоит денег. То есть мы просто закладываем это сразу сюда, выносим, чтобы… Ну, как газ, да, тот самый. А, да, да. То есть на обеспечение транзакции мы просто тоже берем комиссию, потому что с нас блокчейн берет комиссию. Все просто. Вот. Мне нужно этот… Причем с вас блокчейн берет комиссию не просто за одну итерацию. Конечно. Марк-контракт. Нет, конечно. Чтобы вот эту одну транзакцию выполнить, нам внутри системы придется провести несколько транзакций. Поэтому мы сразу берем с небольшим запасом, то есть там транзакции по-разному стоят. Вот. То есть 2 доллара покрывают, в принципе, расходы компании. Ну, там, может быть, что-то остается, но мы не можем этого не делать. То есть это прям необходимая защита от просадок кассовых разрывов и так далее. То есть, ну, просто это наш расход, и мы его делегируем. Вот там Михаил в своем экране все это делает. А ты сейчас реально деньги отправляешь? Да, я скинул ребятам сейчас адрес кошелька, чтобы мне закинули реальные деньги из ДТ, то есть транзакцию эту можно посмотреть. То есть есть реальный хэш транзакции на блокчейне, это все фиксируется в самом блокчейне. И в кабинете это будет видно, да? Да, конечно. Хэш будет виден только у тех транзакций, к которым это применимо. То есть транзакции ввода из внешней системы и транзакции вывода из внешней, так, мне сигнализируют, что деньги перевели. Давайте посмотрим. По тестам нашим пополнение происходит в течение двух минут где-то. То есть причем пополнение внутренней системы заходит там быстро, а, ну, то есть нам еще внутри системы происходит ряд операций, которые там, ну, там какой-то время тоже занимают. Поэтому полностью на перевод там уходит где-то порядка двух минут. Я вернусь сейчас пока на тот экран, который мне нужен. Я могу нажать на кнопку обновить баланс. Ну, в общем, сейчас как деньги придут, они сразу появятся, поступят на счет, я оплачу. Ну, матер же люди покупали по такой же системе. Вот. И нареканий я, в общем-то, не слышал. То есть все достаточно просто. Попроще все было, да. То есть там было попроще. У нас было какое-то количество лотов, которые мы могли продать. И цена там периодически повышалась. Там намного проще алгоритм был. Ну, вот. Ну, интерфейс для человека был примерно такой же. Ну, да. Мы сразу, когда начинали. Причем наша задача еще усложнялась тем, что у нас не было брендбука, и брендбук подъезжал, ну, через какое-то время после того, как мы даже сайт пресейла запустили, то есть там задачка со звездочкой была, мы сразу закладывали эту, ну, эту необходимость потом доработать брендбук. То есть есть способы там создания определенных заготовленных компонентах. Вот мы по такому принципу пошли. Ну, то есть систему регистрации вы сделали с минимальным, с необходимым минимумом, чтобы не было ничего лишнего, да, то есть чтобы все лишнее будет запрашивать систему потом, там, заполнение профиля. Да, да, да. То есть все, что касается там персональных данных других, которые нам будут нужны позже, мы будем заниматься сбором их позже. Безусловно, я понимаю, что это техническая задача связаться со всеми пользователями, там, собрать с каждого информацию. Вот, деньги пришли, вот можете посмотреть 700 USDT, я сейчас потом покажу хэш-транзакции, где посмотреть. Я нажимаю оплатить подписку, кнопка пополнить счет пропала, оплачиваю подписку, все, я получаю экран успеха, могу посмотреть квитанцию. Вот эти квитанции все, они… PDF-ки. Да, то есть дальше мы добавим возможность скачать PDF, если это необходимо, и на основе их будет формироваться отчетность для… ну, необходимо, если будет делать выгрузку отчетность по этим данным. Информация вот здесь вот будет дополняться и расширяться, то есть мы вместили только то, что, ну, прям очень необходимо там и на что мы успевали. Вот, смотрите, мы оплатили единый торговый счет и попали в интерфейс пользователя, который активировал единый торговый счет, он немножко отвеличается. То есть здесь показывается, визуализируется именно информация о торговом капитале пользователя. То есть количество USDT, общая доходность, она считается и формируется на основе статистики торговли. То есть это отношение там P&L общего, да, к стартовому капиталу. Комиссия с прибыли – это сколько, ну, то есть это тот процент, который компания забирает себе. Эта история зависит от… Размера. Квалификации, да, то есть от размера торгового депозита. Чем больше средств торговли, тем ниже комиссия. То есть вот информацию, ну, то есть давайте я сейчас дальше продолжу, получается. Мне нужно пополнить и закинуть сюда деньги, деньги в торговлю. Мне нужно перевести с личного счета. Я нажимаю кнопку «Пополнить», попадаю на экран пополнения, ввожу сумму 600, ну, 600 не получится, потому что там 2 доллара комиссия будет, ну, там 590, пожалуйста. Нет, я сделаю… Давайте вот так. Вот, нажимаю «Пополнить», происходит зачисление. Все, мы пополнили баланс торгового счета. Мы можем скачать, там, посмотреть также квитанцию и, собственно, начать использование единого торгового счета. То есть на моем торговом капитале сейчас 590 долларов, комиссия с прибыли 50%, при достижении, там, оборота, по-моему, в 2000, сейчас не помню детально, 2 или 1,5. Мы переходим на следующий этап. 1,5, по-моему, да. И комиссия снижается, соответственно, до, по-моему, 35%, если я не понимаю, да. И когда 10 тысяч долларов, то 20% комиссии. Да, там, минимальная комиссия 20%, да. То есть, вот, получается, история операции у нас… Вот здесь вот мы в торговле находимся. Это история операции по торговому счету, именно по торговому. Здесь будет держаться только пополнение, выводы и начисление прибыли, которое относится к торговому счету. Это, ну, чтобы все понимали и не путали. Если мы посмотрим, допустим, там, личный счет, ну, то есть, там, историю движений по нему, то есть, это немножко другая будет информация. Вот, здесь будет появляться история торговли, то есть, история открытых и закрытых сделок. Там будет подробная информация о, ну, о реальных и закрытых, открытых сделках, об их P&L, об уровне входа. Да, то есть, максимально всю информацию, которую мы можем выгрузить с Binance, то есть, с биржи, да, то есть, мы предоставляем. Это все, ну, проверяемо, и, собственно, мы на это упор и делаем, чтобы показать открытость, показать, что это реальная система, реально работает, реально идет с торговлей. Мы все, что можем, открываем, да. У нас есть вопрос безопасности, как бы мы не можем все открывать, да, потому что это все-таки деньги пользоваться. Ну, ты и так сказал, все, что можем. Вот, здесь мы видим, до какого числа у нас оплачена подписка, по истечению мы там будем предлагать автопродление, ну, это пока еще не скоро. В общем, вот так вот это сейчас выглядит. Если я захочу вывести деньги с единого торгового счета на свой кошелек личный, куда-то внешний, мне нужно будет сделать это в два этапа. То есть, сначала мне нужно будет вывести с торгового счета, то есть, со счета биржи на свой кабинет, да, в свой кабинет, и потом со своего кабинета вывести на внешний кошелек. Каждая из этих транзакций будет стоить 2 доллара, ну, по уже той причине, по которой я уже объяснил. Вот, в целом... Да, и снять деньги, если мне что-то не понравилось, или вдруг срочно нужны были деньги, я могу в любой момент. Да, 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 у нас нет, у нас изначально была постановка, что мы должны выгодно отличаться от всех других компаний тем, что пользователь должен иметь возможность быстро забрать деньги, если они вдруг срочно понадобились, потому что мы позиционируем себя как площадку для старта роста капитала, да, то есть, быстрые деньги при умеренном риске. Поэтому мы понимаем, что пользователь, вероятнее всего, захочет дергать деньги, то есть, выводить, там, снимать что-то. Поэтому мы никаких искусственных ограничений внутри системы не делали. Единственное, что... Ну, то есть, это операции в блокчейне, нужно понимать, что они занимают несколько минут. То есть, если одна операция, вот там, две минуты, и вторая операция, то есть, вот время вывода примерно. Ну, ты знаешь, Миша, люди вообще-то привыкли при выводе ждать пару-тройку дней. Ну, я не знаю. Других там проектов. Честно, вот, честно скажу... Так что минуты – это не критично вообще. Я с такими продуктами лично не пользовался, да, то есть, весь опыт, который вот мы сюда закладываем, мы его моделировали в процессе работы, то есть, изучали, собирали референсы и проектировали уже на основе, там, ну, своего какого-то опыта и профессионального видения, но не имея возможности вот с инструментами теми реальными... Я к тебе тоже подходил, ты мне показывал экраны своих приложений. Помнишь, да, как это выглядит, как считается, почему это важно. То есть, вот, все вот эти вот глубинные потребности пользователей мы Каздеуми там, ну, прорабатывали. Получается, важный момент хочу сказать, что на данный момент сейчас как реализована история с комиссиями. Если я вывожу с торгового счета на личный счет деньги, комиссия моя списывается с личного счета. И если у меня здесь не будет денег, то вывести с торгового счета я не смогу. Поэтому я вот и оставил здесь 8 долларов, да, чтобы, ну, на закрытие комиссии, чтобы я мог их переводить. Просто пользователям, кто будет, ну, заводить деньги, если захотят быстро выдергивать, чтобы знали, что... Какая-то денежка там должна лежать. Да, да, то есть комиссия стоит 2 доллара, как бы, просто рассчитывайте, что переводить и выводить вы будете там, ну, с этой комиссией. Понятно. Чтобы баланс был полный. Вот, если какие-то у кого-то проблемы возникают, у нас подключен чат поддержки, который, ну, то есть, вот прямо здесь можно нажать на кнопку и написать в поддержку. В целом, ну, я думаю, что это все. Я думаю, что пользователи с нами могут зайти и зарегистрироваться. А, да, я не показал реферальную. Важный момент. У нас есть раздел «Партнерка». Мы ее так назвали, потому что сокращенное название. Не хочется в интерфейсе городить длинных формулировок. У нас здесь есть информация о квалификации. Вот, у нас есть здесь квалификация, описание квалификации, то есть мой текущий личный объем, там, групповой объем и подсказки, сколько нужно еще для следующей квалификации, если не ошибаюсь, тут ошибка. Вот, здесь у нас есть реферальная ссылка, которую можно скопировать, отправить другу, он по ней зайдет. Вот, я сейчас покажу, как это будет выглядеть. То есть он просто вобьет в браузер сырку или там в телеге кликнет по ней, перейдет в браузер, в браузер. Все, открывается форма регистрации, и код партнерский уже предзаполнен. То есть это работает просто. Мы старались упростить как можно задачу пользователям. Поэтому так, как я вводил руками, это делать не обязательно. Вот, у нас здесь есть информация о реферальной сети, то есть сколько доступно уровней к выплате, то есть процент здесь... Удобно реализовано, все видно заранее, просто сереньким, да, то, что не... Да, 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 то есть вот эти вот уровни недоступны для выплаты, но мы откроем возможность видеть статистику, например, оборота. Если у меня в восьмом уровне уже есть оборот, но я его еще не получаю, и по каким-то параметрам там не выполняю квалификацию, я могу принять решение, то есть я могу увидеть, где мое слабое место, то есть почему я еще не получаю восьмой уровень, и, соответственно... И пока ты это слабое место не закрыл, да, просто купить это место токенами Мату. Да, 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 то есть у нас есть вот как раз эти возможности там увеличить глубину реф-сети без выполнения квалификации, да, за счет помощи токенов Мату. Ну вот ты уже сам спойлер у меня вытянул один. Но это не единственная возможность, там порядка 23, если не ошибаюсь, способов применения Мату. Да, и каждый из них несет определенную ценность. Ну, допустим, по каким-то причинам партнер не хочет работать, не хочет выходить на связь там, ну, то есть мой куратор, то я имею возможность написать лидерский совет, попросить поддержки, то есть я хочу зарабатывать деньги, ребята, давайте развивать сеть, мне там, ну, дайте мне другого лидера. И тогда подключится команда. Да. И команда скажет, ну, лидер такой, какой он есть, но мы тебе поможем, вот тебе там ссылки, вот тебе лендинги. Это работа уже лидерского совета, да, то есть там алгоритмы мне не очень понятны. В целом, вот это все, что я хотел показать. Михаил, я тебя даже не прерывал, хотя мы из тайминга выбились, но просто ты давал очень важную информацию. Я думаю, что кое-кто даже порежет эту трансляцию и отдельно вырежет твой кусочек, как регистрироваться. Мы вообще сейчас уже написали текстовые инструкции к платформе, ко всем сценариям, которые сейчас на ней реализованы пользовательски, как завести деньги, авторизоваться, регистрироваться, все, что сегодня показывал, и еще несколько сценариев, которые просто не прережут. Ну, вот тем более у нас еще и будет письменный, да. Да, и мы к этой письменной документации, мы сделаем видеозапись, мы понимаем, что намного удобнее смотреть видео, посмотреть там буквально 30-секундное видео, чем читать портянку. Ну да. Поэтому мы это сделаем в ближайшее время и также в открытом доступе разместим, чтобы можно было смотреть. Ну, поверь мне, кроме тебя и кроме корпоративной такой информации, еще и каждый будет тоже делать такие ролики, потому что они самые смотрябельные. Как заходить, как регистрироваться. Да. Но эталонный, корпоративный должен быть. Да. Михаил, спасибо. Ну, я благодарю тебя, да, за возможность выступить. Это, на самом деле, для нас очень большой этап жизненный. Да, мы посвятили здесь очень много сил этой работе. Это было важно. Это была невидимая работа. Да. И я вообще хочу поблагодарить всю команду, которая вот сейчас остается за кадром. Ребята, которые работали там выходные, да, не спали, ну, двигали свои планы, чтобы там помочь нам закрыть свои обязательства. Я очень благодарен всем и каждому. Спасибо, ребята. Да, ребята, вам большое спасибо за то, что мы открылись в таком красивом виде, потому что, ну, интерфейс для старта компании, он очень, очень привлекательный. Супер, круто. Спасибо, Алексей. Спасибо. Ну, что же, а мы двигаемся дальше по плану. По плану у нас мой выход. Итак, я хочу рассказать о том, какой у нас бонусный план, план распределения реферальной, как это у нас называется официально, план распределения маркетингового бюджета, вот, или рекламного бюджета, как это так это называется. Если можно вывести, пожалуйста, мне слайды, я думаю, что за пять минут мы справимся, а потом у нас будет прекрасный выход главы маркетингового отдела. Вот. И после этого у нас будет еще четыре выступления лидеров компании. Итак, источники прибыли. Их фактически у нас два, и третий здесь показан, как комиссия от транзакции, о том, о чем вот Михаил говорил. Комиссия – это просто то, что остается в компании, да, и покрывает убытки на все блокчейн-операции. Две основные у нас источника, два основных источника поступления вот в эту рекламную часть, бонусную часть, да, комиссия с торговли. То есть если вы закинули какую-то сумму на торговлю, эта сумма приросла, вот сумма этого прироста, которая называется прибыль, забирается комиссия. Комиссия тем меньше, чем больше ваш вклад, обратная пропорция. То есть с маленьких сумм 50% комиссии, с больших сумм 20% комиссии. Ну, есть градации еще промежуточные. Так вот от этой комиссии 60% выделяется на, именно от суммы комиссии, на линейный маркетинг-план. И 40% выделяется на так называемый лидерский маркетинг-план. Есть еще подписка на единый торговый счет, который 100 долларов. Вот 60 долларов тоже из этих 100 направляется в разные источники. 50% направляется в реферальную систему. 10 долларов лично направляется конкретно куратору, который пригласил новичка. 40 долларов остается в компании. Сейчас не буду подробно все расшифровывать, потому что есть слайды более подробные. Давайте следующий слайд. И как вы уже услышали, я это произнес. 60%, 40%, 60% направляется в линейный маркетинг. Что такое линейный маркетинг? Это когда ты получаешь бонусы со структуры, вот как здесь нарисовано, с девяти поколений. То есть у нас девятипоколенческий, девятиглубинный, так скажем, маркетинг. Простой линейный. То есть это не бинар, это не матрица, это не интернар никакой. Это классический маркетинг, его еще называют солнышком. То есть чем больше у тебя лидеров в первом уровне, тем больше ты в итоге денег заработаешь. То есть за счет одного у тебя не получится заработать здесь максимум одного приглашенного. За счет двух получится, но не максимум. А вот за счет трех и более, а лучше за счет 33, а лучше еще 333, у тебя получится из этого маркетинга забрать как можно больше денег. И с первого уровня, то есть лично твоих приглашенных тебе платят 10% с их торговой прибыли. Вот с той части, о которой говорил до этого, да, с их торговой прибыли именно 10% будет доставаться тебе. Со второго поколения 5%, дальше 4, 3, потом 3 раза по 2 и 1, 1. То есть восьмое, девятое поколение 1 и 1%. И тут вот мы с Михаилом уже упоминали, что для того, чтобы достичь тех или иных выплат с той или иной глубины, надо выполнить определенные условия. Этот слайд был чуть раньше, давайте его вернем. И эти условия можно выполнять по таблице, как это написано, либо путем выкупа права на получение с более глубокого уровня с помощью использования токена MATU. Но это временная опция, там на месяц можно выкупать. А стабильно и постоянно вы получаете квалификацию на тот или иной уровень, то есть чтобы забирать с глубины структуры, да, вот с помощью этих условий. То есть вы либо увеличиваете свой личный вклад, уже не 500 долларов, а хотя бы там 2000 долларов у вас должно лично торговаться, да, потом 5000 долларов и 10 тысяч долларов, либо путем увеличения группового объема. Здесь я должен оговориться, в таблице это не сказано, что здесь используются правила баланса тоже в том числе. То есть если у вас группа там 50 тысяч долларов сделала, к примеру, да, и это сделал только один лидер ваш, то это не годится. От одного лидера берется не более 40% квалификационного объема. Вот. Ну и, соответственно, по таблице вы видите, чем больше у вас квалификационный объем, тем глубже вы забираете со структуры бонусы. Давайте перелистаем следующий слайд через слайд. И я уже перейду к лидерскому маркетингу. Если сейчас что-то выглядит сжато или коротко, друзья, не волнуйтесь, у нас просто тайминг не позволяет, я позволю себе сократить на себе, на своей части. Вот. И перейдем... То есть по поводу бизнес-плана, бонус-плана или плана использования маркетингового бюджета, у нас будут отдельные школы, я вам все буду подробно и четко рассказывать. Следующее, куда идет 40% от распределения всех комиссий, это лидерские пулы. Это 5-6 пулов. В первый пул направляется 5%, во второй 4%, дальше 3-3-3, и в шестой пул направляется 2% от чего? От торговой прибыли. То есть часть ушло на линейный маркетинг, часть ушло в пулы. И каждую неделю все, что накопилось в этих пулах, вот путем отчисления этих процентов, распределяется поровну между всеми, кто заслужил квалификацию на данный пул с учетом правила баланса. А правило баланса я выше уже сказал какое. Единственное, что, в чем разница между правилом баланса в линейном и вот в этом маркетинге, в лидерском. В лидерском у вас нет ограничения по поколениям. То есть вы можете забирать прибыль хоть с сотого, хоть с пятисотого поколения, и более того, даже не со своего поколения, а с поколения какой-то структуры, которая у вас находится сбоку. То есть, которая не под вами подписана. Лидерские пулы – это пулы с оборота всей компании. Неважно, какая у вас организация, если она у вас такая, что вы выполнили квалификацию на данный пул, вы делите деньги всей компании теми, кто квалифицировался на данный пул. То есть это такой командный пул, пул общей работы. Друзья, дайте, пожалуйста, следующий слайд. Есть там что-то у нас еще про маркетинг. Пока идет этот слайд. Все, закончился, да. Я скажу, что у нас еще есть, ну, в рабочем режиме мы их называли ачивки. Ачивки – что это такое? Это у нас есть фонд нераспределенной прибыли. То есть, например, если в лидерском маркетинге, не в лидерском, пардон, вот в линейном маркетинге нет компрессии. И вот все, что не компрессуется, ну, то есть, например, есть у вас какой-то лидер, который не получил условия на забор денег, например, с седьмого поколения, а у него там есть объем, и ему не выплачивается, потому что он не квалифицировался на седьмое поколение. Вот эти деньги, которые не выплачиваются, они поступают в фонд нераспределенной прибыли. И из этих денег уже платятся всевозможные ачивки. Ну, то есть, тем людям, которые являются новичками, тем людям, которые не обязательно даже являются новичками, но делают действия, которые делают обычно новички, ну, то есть, приглашают новых людей, делают какие-то новые объемы, выплачиваются отдельно из этого фонда по отдельным статьям. И есть ежемесячные таргеты, да, то есть, цели, которые надо выполнять для того, чтобы получить эти ачивки, а есть еженедельные. Ну, сейчас я подробно об этом уже не буду говорить. Суть в том просто, что у нас вот такой маркетинг-план трехуровневый, да. Первое – это просто линейная выплата, второе – это лидерская выплата, и третье – вот эти вот ачивки. Мы вроде бы как не пришли еще к единому мнению, как их назвать. Пока пусть будут ачивки. Вот, друзья, выдыхаем. Я не знаю, уложился ли я в пять минут или нет. По-моему, минут в семь, по ощущениям. Но сейчас вот вся студия расцветет, потому что у нас гости, у нас вообще мужской коллектив, но в последнее время у нас появились и женщины в коллективе. Человек, который возглавляет маркетинговый отдел, прекрасная дама, которую зовут Аня. Она уже зашла в студию, уже, наверное, можно дать общий план. Аня возглавляет маркетинговый отдел. Аня человек, который структурировала нашу работу и направила в такую стезю, которая становится более понятной. То есть, как бы компания «Макросматик» обрела свое лицо. Какой-то стиль бренда и смысл вообще выхода компании в люди, он появился с появлением такого прекрасного сотрудника в нашей компании. Аня, пожалуйста, расскажи. Очень благодарю за такое представление. Мы сейчас немножко понизим градус такого сложного информационного контента, образовательного, но он, безусловно, важен. И мы сейчас немножко поговорим об истории создания компании, о нашей миссии, о том, что означает наш логотип. И вообще, я думаю, это очень будет крутая, важная информация для партнеров, которые работают с нами, потому что они, как лицо, как амбассадоры нашей компании, 100% должны знать ДНК нашего бренда и понимать философию нашего бренда. И я попрошу включить первый слайд. Мы начнем с того, что я расскажу, как правильно произносится «Макросматик». Обращаю ваше внимание на это. И сейчас, чуть попозже, я расскажу вам об истории создания данного названия компании «Не просто все так», там заложен очень большой смысл. Начну с того, что миссия нашей компании – это быть лучшим инвестиционным решением для частных инвесторов путем инновационно-техническо-финансовых нововведений, которые мы делаем на валютном, криптовалютном рынке. Ну и теперь давайте перейдем к тому, что означает «Макросматик». В сленге «медицина» это значит «обостренное обоняние». На языке финансов это человек, обладающий острым нюхом на успешные финансовые сделки. Да, 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 именно это. «Макрос» означает в нашем… Ну, вообще в греческом языке это означает масштаб, это означает увеличение. В нашем контексте это означает, что мы всегда нацелены на увеличение капитала, да, потому что лучшая реклама для компании – это довольные клиенты. Конечно. А наши довольные клиенты – это люди, которые хотят свободно получать стабильный рост капитала, уверенно. Вторая часть нашего названия – это «Мэтик», да? «Мэтик», да, что это означает? «Мэтик» означает автоматизация. Что мы здесь подразумеваем? То, что мы с вами, да, копируем сделки с помощью искусственного интеллекта. Это, так скажем, наше сердце нашей компании. И чтобы люди чувствовали себя свободно, уверенно, могли тратить время на свои любимые дела. А тем самым искусственный интеллект имеет острый нюх. Вот мы пришли, почему «Макрос-Мэтик», да? Потому что это искусственный интеллект, обладающий острым нюхом. Вот. Теперь перейдём к истории создания эмблемы, да, тоже не просто так, тоже заложен очень глубокий смысл. Я думаю, поэтому чувствуется, да, что компания создана с глубоким смыслом. И всё, что есть, каждый цвет, каждая эмблема, всё имеет свой смысл. Ну, во-первых, вы видите два треугольника, да, сейчас ещё не перейду к такой глубокой трактовке. Они направлены наверх, они означают, что компания всегда стремится к развитию. Компания всегда стремится идти вверх, да, к увеличению прибыли, к увеличению капитала. Ну, расскажу, да, что сейчас вы должны немножко включить своё воображение, да, перед вами Элькаба, это объёмная фигура, она состоит из двух тетрайдов, да. Тетрайд представили себе сейчас в 3D-визуализации две пирамиды. Вот, это соединённые, да, две пирамиды. Они самые простые, самых устойчивых фигур. И в нашем контексте, да, это означает то, что мы максимально простым способом даём устойчивую модель роста капитала. Что означает 8 векторов, да, вот этих вершин направленности. Вы уже много слышали, да, о планах нашего SEO наступал, о том, что мы развиваемся во многих направлениях. Ну, 8-е это как раз если объёмно представить. Да, объёмно, да, если представить. Это 3D, да, 2D получается 6. Да, 2D, 3D, если мы представляем, то это вот получается, что у нас, так скажем, 8 вершин. И третий таким секретным момент является, что вот эти вершины, они как бы защищают внутреннее пространство, да, нас за счёт того, что мы, ну, каждый клиент чувствует себя внутри нас безопасно, да. И сейчас мы, я думаю, открыто вам это доказали, потому что мы, во-первых, в прямом эфире, видно, что это такая получилась, ну, больше рабочая планёрка, где в открытом эфире всем открыто показываем, как это работает. Мы открыто показываем наши рабочие документы, мы открыто, не стесняясь, выходим, чувствуется, да, что эфир он не запланирован, какой-то не спланирован, ведь речи спикеров, они вот такие, какие есть, обычные прямые, потому что мы за открытость, мы за прозрачность. И мы делаем очень большой упор на знания, да, и мы об этом говорили, потому что многие люди не принимают решения, они просто ещё не с нами, потому что они не обладают достаточным количеством грамотности. И что будем говорить, но, к сожалению, да, в России был упущен этот момент финансовой грамотности, да, в школе, даже если сейчас даются эти предметы, но не на нужном уровне. И одна из наших, так скажем же, задач компании, то есть как сделать, как расширить рынок, как влиять на рынок, да, мы должны дать знания людям, знания дадут уверенность принятия решений, принятые решения, так как мы за экологичность, да, они должны быть приняты осознанно, экологично, то есть благодаря знаниям. И мы, вы уже если заметили, помимо того, что стали иначе вести наш телеграм-канал, да, мы завели инстаграм, обязательно нужно на него подписаться, обязательно нужно... Да, обязательно YouTube, потому что сейчас там будет образователь, образовательный контент, 100%, и мы на это нацелены, мы на это настроены, для того, чтобы вы были в курсе, да, тенденции, тенденции рынка. Плюсом все это мы сейчас запускаем на англоязычную аудиторию, да, потому что мы дублируемся тут же, мы не будем ждать, да, что будут дойти, есть уже партнеры, которые выступят, и они уже готовят материалы, и мы уже много что переводим, так что идем целенаправленно вверх, вверх и только вверх. Ну и теперь немножко не могла быть и без креативности, да, у нас есть великолепный наш слоган, которому следует и вся наша команда, да, это стиль жизни, стиль свободы. Мы говорим о том, что время, которое мы освобождаем для вас, потому что наша система, да, наша цель для того, чтобы вы свободно и легко увеличивали свой капитал, тратя время на, скажем, на свободу, да, то есть это рычаг, деньги, рычаг, дающий вам свободу, свободу заниматься любым, любимым делом. Наша команда, да, это всячески сейчас показывает, потому что мы открыто плюсом еще показываем нашу жизнь за кадром, да, потому что люди, объединяющие, объединившиеся в этой команде, это реально люди, которые стремятся жить свободно, да, независимо, и мы показываем, как мы проводим свое свободное время, как мы проводим время свободно в своей команде, и я думаю, что партнеры, которые, я думаю, даже сейчас за эфир, безусловно, к нам подключатся, подсоединятся, будут понимать, что вот мы такие открытые, мы вместе дружим, мы вместе создаем продукты, мы вместе кайфуем, призываем вам, вас сделать то же самое. Мы сто процентов будем делать какие-то мероприятия, мы будем знакомиться, мы будем делать, возможно, даже какие-то выездные, да, эти мероприятия, и тем самым образовываться на этих мероприятиях, потому что, ну что говорить, даже наши какие-то выездные, рабочие, да, ой, отдыхные, так скажем. Это для отдыхных, да, отдыхные, такое слово наше хорошее. Это, знаете, у нас есть планерки, ну то есть получается с англоязычной стороной, у нас теперь есть два языка, у нас есть криво-русский, криво-английский, да, но нет таких языков, но нас ничего не останавливает, мы ничего не боимся, мы идем вперед, и, соответственно, даже на наших каких-то выездных таких корпоративных мероприятиях сто процентов мы между собой обмениваемся каким-то опытом, обмениваемся с знаниями, потому что, ну, каждый из нас это просто мегаэксперт в своей области, и просто интересно поговорить, узнать, какой был бэкграунд, и, собственно, этим тоже мы усиливаем себя. Все прекрасно знают, что чем, да, больше людей, да, умных сплочаются вместе, создается определенная энергия, которая обречена на успех. Да, да. Вот то, о чем Максим сказал, какой смысл вот эти вот золотые горы, да, и нырять в золотые монеты, вот как раз смысл в том, стиль жизни, стиль свободы, чтобы собираться, чтобы делать ивенты, чтобы обмениваться опытом, в то время, как во время ивента наши деньги будут работать на нас. Безусловно, да, да, то есть мы занимаемся самообразованием, саморазвитие, это, ну, один из приоритетных пунктов нашей компании. Значит, у нас будет много образовательных программ, не только, наверное, финансовой грамотности, но еще много чего. Поэтому я сейчас всех агитирую, то есть разный будет контент на разных источниках, и, ну, обязательно подписываться, обязательно следить, потому что, ну, это не просто какие-то там у нас агрессивные или там холодные продажи, да, мы не собираемся в данном контексте использовать наши каналы, а они будут использованы, конечно, с точки зрения образования, для того, чтобы человек становился финансово грамотным, чтобы он мог принимать объективно финансово грамотные решения. И я, знаешь, что еще хочу сказать, Аня, я, пожалуй, впервые вижу компанию, которая в качестве промо дарит книги. Я, конечно, автор книги, но поверьте, это было не мое предложение, то есть оно прозвучало, естественно, я его поддержал, потому что, ну, некое послание в мир, я, конечно, хочу, чтобы как можно больше людей его услышали, но инициатива-то шла от президента, то есть вот речь об образовании, да, о развитии, о досуге широком, а не только там о деньгах, деньгах, деньгах. Естественно, в первую очередь здесь, я думаю, выступил первый и заложил, дал вектор, нас всех собрал, людей объединенных, да, на этой волне, что мы не объединены всем каких-то там вот этим потребительством, да, что там давайте деньги ради денег, нет, на самом деле каждый из нас просто вот в отдельности бы с нами познакомились, это очень индивидуальная личность, очень, очень имеющая сильный бэкграунд, и каждый из нас имеет, ну, свои такие очень серьезные, сильные зелунки. Ну, мы только что вернулись с первого корпоративного мероприятия, и я прям, да, там прям каждый раскрылся. Да. Действительно. Да, все много чего могут, много, за каждым стоит какой-то свой бэкграунд, есть о чем поговорить, интересно, просто интересный коллектив, уже в самой цели, в самом центре компании собрался. Но это пока было закрытое мероприятие для тех, кто как бы внутри команды, а у нас будут открытые, много мероприятий, ивенты, как мы их назвали по-английски, да? Да. Вот так. Мы выезд в Тубай планируем, как бы мы себя вообще никак не ограничиваем. Мы нацелены идти вперед и шире. Ну, еще раз повторю, что наше расширение только за счет роста капитала, за счет роста капитала наших пользователей, безусловно. Это, ну, приоритетно. Сейчас без денег никуда, да. Как бы ты не думаешь, финансовая компания. То есть наша цель – это финансовый рост. Как бы никак без этого. Даже маркетинг, несмотря на то, что там, да, есть какие-то рекламные компании, да, но все имеет свои цифры, все имеет свою ценность. И оцифрованность – это, ну, как бы важный элемент. Оцифрованность каждого нашего шага – это тоже… Оцифрованность и оденьгованность, получается. Ну, как бы, да, в цифрах. Но имеется в виду, что каждый наш шаг – он цифра. То есть, что бы мы ни делали, мы все это переводим в математику, на всем понятный язык. Окей. Спасибо, Аня. Пожалуйста, сейчас, я думаю, да, у нас тут дальше представители наши. Да, на простом языке, да, как-то вот так вот. Ну что, кто у нас готов, друзья? Я, Руслан, кого мы подключим? Я бы попросил сейчас Рейнолда подключиться. Друзья, Аня, еще раз спасибо большое. Сейчас мы переходим к выступлениям тех людей, которых мы попросили, ну, хоть что-то сказать о том… Основная мысль какая? Почему мы выбрали Macrossmatic? Вот. Это те люди, которые уже выбрали Macrossmatic. Это те люди, которые уже купили токен MATR. Это те люди, которые уже являются совладельцами. И еще это те люди, которые являются капитанами на нашем марафоне. У нас идет уже обучающий марафон, еще компания вот только сегодня запускается, а обучающий марафон уже вторая неделя, по-моему, прошла. Так, две недели уже завершилось. Сейчас начинается третья, сегодня началась третья неделя, и у нас есть два капитана, и они тоже сегодня выступят. Но сначала я бы хотел, чтобы выступил наш европейский лидер из Литвы, человек, который прям очень много нам помог, очень много ресурсов вложил прямо еще до старта кампании, и человек, который разворачивает кампанию в сторону европейского рынка, то есть не просто на словах, а на деле. Это господин Рейнолд. Я позволю себе сказать, что мой ближайший друг и соратник, мы много проводим часов в общении, вот если мы соединяемся, то это на час как минимум, вот много вещей обсудили, много вопросов, тоже обсудили, что и как делать, и еще много чего обсудим. Рейнолд, пожалуйста, скажи в двух словах, почему ты выбрал макросметик, потому что, ну, ты человек достаточно и богатый, и с широкими связями, и бизнес у тебя крупный, и ты мог бы выбрать любое другое направление, но ты выбрал именно макросметик, почему? Да, здравствуйте все. Конечно, я выбрал, чтобы заработать, но не для того, что эту кампанию выбрал из-за денег. Кампаний таких много есть, да, вот. Да, случайно я, Алексей, с тобой, мы общаемся, и два, там, по-моему, месяца назад я случайно увидел ваш переговор с Максимом какой-то, наверное, из первых, и вот на словах я поверил, что там что-то скрывается, что-то хорошего, да, вот. И я вот в бизнесе уже 35 лет, одной из моих компаний 25 лет, вот, и наша компания сейчас, я чуть-чуть про себя, так как Максим как капитан корабля представился, а я как участник этого корабля хочу тоже пару слов сказать, чтобы имели представление, с кем вы плывете, вот. Что-то не так? Не, это я тут команде, вот, видишь, меня переключили просто на другую камеру, ага, Рын, чтобы ты меня лучше тоже слышал. Вот, значит, вот у меня сейчас вот есть одна из компаний 25 лет, которой лидер, мировой лидер производит продукцию, которой люди очень рады использовать, вот, и они даже не думают про деньгах, что они потратили что-то, потому что уровень радости выше, чем что ты потерял какую-то мизерную сумму, вот. И Макросматика, вот, и все вот эти финансовые компании, которые приносят людям пользу, да, вот, они тоже покупают как продукт, как условия, услугу, и от этого должны быть рады. Но, почему я пришел в эту компанию? Потому что, вот, сколько мне досталось вот общаться с вами, с Максимом, с Максимом, с Анной, с Михаилом, вот, извините, если кого-то не упомяну, значит, у меня есть, безумно, вот, большое, как сказать, счастье, вот, как сказать, от этого общения, и когда вижу, что люди собрались, вот, профессионалы в своем деле, мне вот понравилась вот эта идея вся, вот, эта компания, каким образом хочет представить свою услугу, вот, это очень круто, и я думаю, это будет одна из ведущих компаний, вот, и просто, вот, счастье, вот, это зашкаливает, когда ты можешь работать и общаться с такими людьми, быть в команде такой, вот, и я вот, как, пришел с бизнеса не с цифрового, а из другого мира, как сказать. Из земного, она у нас это говорит, да. Из земного мира, да, вот, ну, я понимаю, если в бизнесе 35 лет, и ты выдерживаешь 25 лет компанию, которая все время есть в топе, да, и самое главное свойство у меня, что когда ты что-то достиг, ты сел и подумал, как стать лучшей своей версией, да, вот, и опять начинаешь учиться, и вот, вот эта работа в моем возрасте, да, мне приносит большое удовольствие, потому что все время учишься, и вот, во время учебы, как бы, во время становления лучшей своей версии я вот вышел на цифровые вот эти бизнесы, и когда нашел вот эту компанию, я отказал очень многим проектам, и сначала думал, думал, что будет одна из многих, да, компаний, в которые я инвестировал, но когда вот начал общаться с сотрудником этой компании, мне просто было настолько приятно это делать, и просто поменял свое намерение только вложиться в деньгах, ну, и сейчас мое намерение к этой компании, что приложиться своим опытом, своей работой, и даже вот получилось чуть-чуть поменять направление компании в другую сторону, еще одну дорожку мы готовим проложить вот эту дорогу еще на другой рынок, вот, и у нас в данный момент уже большая команда здесь у нас, позвали больших профессионалов в этом деле, и мы тоже хотим помочь этой компании развиваться во все стороны, и вот это одно из сторон, мы обязуемся, как бы там ни было из лучшей стороны с хорошими профессионалами, которые любят свое дело сделать так, чтобы все было гладко. Здорово. Рейнл, ты даже сказал то, что ты мне еще никогда не говорил и не признавался, так что я восхищен. Вот, ну, я хотел поздравить всех, кто, всех совладельцев, счастливчиков, которые поверили в компании, которая даже не выходила, вот, а то, ну, до сегодняшнего дня, это, ну, нереально умные люди, и с чувством таком, о чем-то хорошем, да, вот, не надо было же убеждать вот этих первых людей, которые вот сейчас собрались, вот, совладельцы, которые с таким огоньком учатся, вот, лидерами, вот, так что я думаю, мы на сегодняшний день построили хороший фундамент для что-то необычного, да, и я желаю, что вот свой бурж-калиф, который называться будет «Макросметик», давай вместе с любовью, с отданностью будем строить и достигать вот эти результаты. И то, что Максим прописал вот это на белом листе на два года, это громадная работа, и нам всем надо постараться, что это все было так, как задумано, и еще лучше. И давайте строим каждый день лучшую свою версию, это лучшую версию компании и каждого своей версии. Супер, Рейнольд, классно, здорово, я вдохновлен. Давай позовем тогда твоего партнера ближайшего, Сигистаса, тоже выступить. Сигитас, это профессиональный, как сказать, я хочу пару слов, вот, человек, который работает вот в онлайн-бизнесе, онлайн-маркетинг, он и учитель, и вообще человек, который видит это и с профессиональной стороны, и очень, как сказать, ну, хороший сотрудник, и он, я думаю, поможет компании, работы уже какие-то происходят, пусть он сам скажет пару слов. Да, а я тогда добавлю, пока мы переключаемся на Сигитаса, что нам повезло с вами, что вы говорите и по-русски, и по-английски, и по-литовски. Вы такие трансляторы, получается, в тот рынок для нас, это здорово. Здравствуйте. Так, Сигитас. О, привет, привет. Привет, Сигитас. Спасибо, Ринолд. Спасибо и все, вся компания. Извините, мой, ну, не так нехорошо говорит по-русски, потому что я работаю на европейском рынке, я работаю под маркетингом, и у меня есть, это, как это, ну, фирма под маркетинг, и я всегда хотел поработать на крипторинге. И, как это, есть такое, как это, наговорка, я не знаю, как это, что ты должен всегда очень мудро думать, и, как это слово, на русский, как это. Один раз отмирь, семь раз отрежь, один раз отрежь. Ринолди, визлайка своё граси. Как это по-русски? Мечтать, ты должен всегда мечтать, ну, как, вот теперь, извините. Мечтать о большем? Мечтать о большем и покрупнейшем. Ну, как... А, самым большим, что возможно? Ты должен не бояться мечтать покрупнейшим. Ага. Тогда все твои мысли будут манифестированы. И так мы... И так позвонил. И так позвонил Ринол для меня. Смело, да, во. А часто. Мечтать думать о глобальном и действовать смело. Так, и один день позвонил Ринол и приглашал меня на эту компанию. Так, ну, а теперь мы работаем много, чтобы побыстрее эту компанию на англоязычный рынок. Вывести на англоязычный рынок. Да. Так, спасибо вам. Мы будем работать очень много для вас и для нас тоже. Очень интересно, очень хороший опыт. И мы будем с вами. Спасибо. Спасибо, Сигис. Спасибо вам. Давайте, так как тайминг у нас уже все-таки мы выбились, у нас уже два с половиной часа скоро будет, как мы... Ну, я думаю, что для открытия это нормально, потому что все должны выговориться, все должно быть произнесено. Сейчас, модераторы, подключите, пожалуйста, Иру, Ирину Игнатьеву. Дадим слово Ирине. Мы сейчас переносимся на просторы России. Это партнер из Казани, Ирина Игнатьева. Она один из капитанов, как раз у нас на марафоне. Второй капитан выступит после Ирины. Уже готовься, уже готовься. Ринат. Меня слышно? Ира, привет. Да, тебя слышно и видно. Да, здорово. Всех приветствую. Очень рада со всеми познакомиться, послушать всех. Ну, что я... Меня зовут Ирина, мне 55. Я живу в городе Казань, 28 лет занимаюсь сетевым. И я могу сказать, что мне очень сильно повезло. Вот просто, видимо, я выстрадала ту возможность, благодаря которой я здесь вообще свои страдания, наверное, я... Докончил. Да, да, да. Вот. Поэтому я очень благодарна Алексею, что меня познакомила со всеми вами. И почему я так говорю? Потому что я увидела, насколько профессиональная команда очень грамотно строит международный, глобальный вообще бизнес. Я, конечно, не могла пройти мимо, я вот прям сразу почувствовала, что здесь нечто особенное, что-то такое глобальное, масштабное, то, что я точно не могу пропустить. Это вот в самом начале я прям это сначала прям почувствовала. И, знаете, разговаривая с людьми, вот я даю сейчас информацию, меня спрашивают, какая там легенда? Ну, в компании, да? Да, да, да. Какая там легенда? Вы знаете, я по этому поводу могу сказать так, что люди у нас настолько привыкли, что их обманывают, да, настолько привыкли, что какая-то компания, особенно с трейдингом, искусственным интеллектом, это вообще хайповая тема, да, и что на все, как бы на этом, ну, хотят сыграть. Поэтому я всем говорю, что, вы знаете, тут не легенда, а тут реально есть нейронка по имени Ната, у которой не страдает эмоциями, такие как жадность, не страдает у нее фома, у нее там нету, да, то есть она очень, нет человеческого фактора. То есть это такая девочка, которая без человеческого фактора четко знает, что делает, учится и только развивается. Вот, поэтому я увидела, что эта компания реально, у нее есть все шансы стать очень крупной международной компанией, потому что есть продукт, что это не легенда нейронная сеть НАТО, да. А сегодня я узнал, что у нее еще есть сестренка Люси, да, которые две девочки ухарят этот мир сто процентов, да. Вот, поэтому я здесь, поэтому я здесь, ребята, потому что нельзя такое пропустить, потому что это не легенда, потому что здесь есть продукт конкретный и еще очень важно, высокая степень открытости. Потому что на всех компаниях подобного направления вам там нарисуют на сайте там гарантированный процент, а кухня совершенно другая, да, поэтому там кассовые разрывы, поэтому там все это закрывается и так далее. Здесь шикарнейший портал, где вы можете посмотреть любую сделку в истории, которая подтверждена на блокчейне и который не подделаешь и не нарисуешь, потому что это блокчейн, потому что это смарт-контракты, потому что здесь все прозрачно. Поэтому я, конечно, понимаю наших пользователей, что они испытывают страх боли прошлого, страхи своих, страхи потерять деньги, страхи потерять своих людей, но поверьте, что жизнь-то не останавливается и нужно искать новые возможности, которые вот прямо сейчас для вас открыл. У меня такой дождь пошел прямо сейчас во время моего выступления. Это к деньгам. А это он смывает весь твой негативный опыт, Ир. То, что ты сказала, что я выстрадала, все, страдания все смыли. Да, все я выстрадала. Я снова возрождаюсь с этой компанией, я чувствую энергию, чувствую позитив. Я с огромным удовольствием погрузилась в марафон, который сейчас вот у нас идет. Та профессиональная команда, которая на марафоне нам дает знания, это очень реально круто. Вот я 28 лет в бизнесе, и они все очень четко делают. Ой, гром гремит. Короче, ребята, я благодарна за то, что мы все в нужном месте, в нужное время, в нужной компании, в нужном. Все так складывается, что здесь и технически подготовленная команда, и маркетинг, и бритбук, и продукт. То есть здесь все составляющие есть, все составляющие для успешного, грандиозного бизнеса. Так что я всех поздравляю с этим, с открытием сегодняшнего портала, с открытием команд, компании. И вы просто все большие молодцы, что досидели до этого времени и оказались здесь. Все, спасибо огромное. Спасибо огромное, очень классная обратная связь, прям я доволен, и похвалой меня ты не обошла, это тоже приятно. А я попрошу сейчас тогда подключить Рената, следующего выступающего. Если Ира у нас в Казани дислоцируется, то Ренат в Астрахани. А я сам, наверное, где я дислоцируюсь? Я в Москве. Вот. То есть у нас такая международная компания. Сейчас мы трансляцию ведем из Краснодара. Европейцы у нас уже выступили, да. Вот Максим говорил об открытии рынков Индии, там еще и Турция у нас высвечивалась, и другие страны в том числе. То есть, ну, крупный международный проект. Ренат, подключился ли ты уже? Всем наидобрейшего дня, утра или вечера. Всех, у кого часовой пояс, в зависимости от этого. Я очень рад здесь с вами находиться. Выслушал очень многого. Ты еще много, как сказал Алексей, уже рассказал, да? Нам мало оставил. Ирина, в общем-то, очень много тоже рассказала. Молодцы. То есть я действительно рад, что я попал в этот проект. Я познакомился с Алексеем, ну, не сказать, что очень давно, но, тем не менее, сейчас вот этот проект нас сблизил еще больше. И я приобрел очень много знакомств. И настолько общение действительно стало интересным, что хочется действительно развиваться дальше и получать новые знания в этой области. И я очень рад, что я получил несколько волосинок. Не одну волосинку от Единорога, а несколько. И они действительно... То есть для меня этот проект что-то... Я не знаю даже, как на словах это пересказать. То есть этот проект действительно Единорог. И когда я только услышал от Алексея условно об этом проекте, я как человек, в общем-то, не любитель много говорить. Я больше думаю. Человек, который размышляет, пытается найти понимание какое-то того, что происходит. И для меня с технической части очень зацепил этот проект. Он действительно очень интересный. И вот как раз Максим когда говорил, что три нейронные сети будут торговать. Это как раз моя область, которая действительно мне интересна. Я в этой области развиваюсь. И как раз когда еще в дополнение к этому Максим дополнил, что у нас будет сотрудничество с маркетингом компании, которая занимается тоже как раз нейросетями, это все, это стал решающий факт для того, чтобы я принял решение. И я как раз и вступил в эту компанию, в общем-то, и стал продвигаться. Здесь я увидел сразу потенциал. Действительно, потенциал, он очень огромен. И я очень рад находиться среди единомышленников, которые действительно так же, как и я, видят эту глобальность и перспективы этого проекта. Поэтому, ребят, я уже больше, наверное, ничего вам не скажу нового, потому что здесь очень много всего уже озвучили. Если меня напоследок, в общем-то, оставили всю информацию, которую проговорили, и повторять все то же самое, что вы уже слышали, я думаю, что не имеет никакого смысла абсолютно. Ну, Ренат, представляешь, какая у тебя важная роль? Это же ведь ты как завершающий, как завершающий аккорд. Это очень вообще круто. И для меня, если честно, очень много значит вот именно прозрачность. Серьезно, прозрачность – это тоже один из решающих факторов, который я сыграл. То есть я в некоторых проектах уже участвовал, и вижу, что этой прозрачности как раз не хватает людям, которые действительно могут располагать. И очень важный фактор, еще один из важных факторов – это именно у Максима Евгеньевича. Это человек, который отвечает за свои слова. Если этот человек сказал, 1 июля будет запуск. Многие у нас были конференции, презентации, да, мы общались, разговаривались перед запуском. И он говорил четко, 1 июля мы запускаемся. Многие, в том числе и Алексей, на это смотрели как-то, ну, перемещение будет плюс-минус, 3 дня, там, неделя, там. Ну, потому что человек опытный более в бизнесе, он понимает, что эти сроки, они смещаются. Но в данном случае Максим, как говорится, сдержал свое слово. Как сказал, так и сделал. Поэтому огромный респект за это. Просто уважение. Я сам просто человек слова, поэтому я стараюсь окружать себя такими же людьми, которые действительно говорят и делают. То есть слово, оно действительно должно совпадать с поступками, с нашими действиями. Ну, это по-мужски, по крайней мере. Поэтому всем огромный респект. Да, да. И пользуясь случаем, еще хочу сказать, ребят, те, кто хотят действительно развиваться с нами, не просто быть пассивными инвесторами, да, а хотят развиваться с нами, welcome to the marathon от Macrosmatic, и развивайтесь, получайте знания, и будете с нами в команде. — Классно. Вот настоящий капитан. Ренат, я все-таки тебя не хочу отпускать, я хочу задать тебе один вопрос. Вот ты вроде бы же не человек, который там в сетевом бизнесе давно. Ты, ну, у тебя опыта в сетевом бизнесе меньше года же ведь, правда? То есть ты бизнесмен, по сути, по своей. Как ты себя чувствуешь в этой тарелке? Ну, в компании, которая... — Опыт, да, Алексей, я видел камеру, мал, поговорить. — Я говорю, у меня и опыта, во-первых, на камеру мало говорить. Я думаю, это очень заметно. То есть в реальной жизни я могу разговаривать спокойно и, то есть без всяких комплексов. Но на камеру как бы еще передача информации... Чуть-чуть мост я не наладил вот это между камерой и мной. В плане сетевого маркетинга, да, то есть я здесь новенький человек, да, и я понимаю единственное тоже, как и Максим, как сделать хорошую действительно команду, как, в каком направлении двигаться, чтобы эта команда действительно достигала серьезных результатов. И это я хорошо умею делать. Но вот пока в плане камеры, извиняйте, мы над этим работаем, как раз-таки на марафоне мы и развиваемся, и учимся. Раньше меня вообще невозможно было, вот чтобы я перед камерой сидел, с кем-то разговаривал, это вообще было не мое. Но сейчас, как вы видите, уже хоть какой-то маленький прогресс, но уже есть. Поэтому и приглашаю вас на марафон, у кого тоже присутствуют какие-то страхи, кто-то хочет что-то развить себе, убрать лишние какие-то моменты все, которые до сих пор, в общем-то, ну, они все наши страхи, они же с детства идут, по сути. Как сначала, когда в доске нас вызывают условно, да, это все с детства идет. Поэтому и эти страхи все нужно убирать. Как раз сейчас мы этим и занимаемся. Дина, спасибо большое за прекрасный завершающий аккорд. Вот тут у нас ребята сполошились в студии, говорят, первый подключившийся у нас. Ребят, первый подключившийся не когда-то, когда мы токены, а вот именно в инвестиции. Я этому хочу поаплодировать беззвучно, чтобы микрофоны не сошли с ума. Вот я вижу, как аплодируют все здесь в студии. Друзья, переходим к завершающим каким-то моментам. Я, конечно же, хочу спросить у модераторов. Ребят, у нас там есть какие-то вопросы, на которые мы еще не ответили. Когда токены будут продаваться на бирже? Давайте мы тогда пригласим Максима. Как мы начинали, так мы и закончим. И Максим ответит нам на тот вопрос, на который я не знаю ответа. Когда у нас токены будут на бирже? Будут ли они вообще на бирже? По-моему, у нас внутренний токен. Но пусть уже ответит на этот вопрос основатель, компаний официально. И мы на этом будем завершаться. Максим, ну и какие-то завершающие слова? Потому что ты, наверное, посмотрел так со стороны на нашу презентацию. У тебя есть какие-то свои впечатления? На самом деле, вау, да. Я со стороны наблюдал, как слова говорили, да, как все это происходило. Ты знаешь, ну... Такое состояние такое, когда ты смотришь со стороны и такой, блин, я это делаю. А может быть, даже неужели я это делаю? Это же, ну, есть ошибка выжившего, да, что все думают, что успех – это ты что-то сделал, и ты сразу вот здесь, да. Это просто череда, там, проб и ошибок. Идешь через попытки, там, без потери энтузиазма, да. Да, через неудачи, без потери энтузиазма. На самом деле, это, ну, очень, ну, у меня очень много итераций было перед запуском. То есть, был алгоритм, но, как бы, все это продумается, чтобы сложилась концепция, как позиционироваться, где деньги найти, как запускаться, в каком виде запускаться, с кем запускаться. Там предложения были, и там, с одной стороны деньги, с другой стороны, невыгодно, да, как бы в партнерстве, да, как бы, ну, соблюсти этот баланс. И вот сейчас, да, 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 сделки с совестью. Вот, и сейчас, знаешь, я действительно, ну, вот сейчас вот, я говорю, у меня утром волновался, я говорю, больше, чем на свадьбе. На свадьбе все свои, понимаете? Да, а сейчас, ну, то есть, сейчас уже такое прям спокойствие, знаешь, и есть ощущение, что, ну, у меня получилось, да, то есть, получилось, ну, запуститься, дальше, как бы, ну, другой процесс, да, дальше, все, дальше работа. Это вот как мандраж перед выходом в ринг, да, там, кто там знает, ну, то есть, ты вот волнуешься очень сильно, а когда уже выходишь, ну, все проходит, то есть, у тебя уже, ты не мандражируешься, все, ты уже знаешь, что делать. Но вот, да, вот этот вот мандраж перед боем, конечно, вот он прям сегодня вот такой был. Вот, поэтому, на самом деле, огромное спасибо всем, кто рядом со мной, огромное спасибо команде, потому что, ну, действительно, там невозможно большие проекты делать в одного и без талантливых людей. И я говорю, вот у меня есть какая-то такая суперспособность, что ко мне притягиваются такие вот талантливые, знаковые люди, вот, и я очень рад, что эта способность очередной раз сработала. Вот, и я благодарен всем, кто купил матер, да, кто стал совладельцем, вот, я благодарен всем золотобилетникам, да, кто понял перспективу возможности, которую мы тоже там через технологические, технологические инструменты решаем, да, вот, в маркетинге. Поэтому, ребята, на самом деле, будет очень круто. Два года, как минимум, то, что... Два года, почему я все время говорю, что это просто горизонт видения, который я понимаю вот из точки здесь и сейчас, что это будет прям вау. Я вам гарантирую, это будет прям вау. Теперь, наверное, вопрос-ответ, да, вопрос... А вопрос был, да, когда токен выйдет на биржу. Нет намерения выходить на биржу с токеном, то есть у нас два вида токена, это матер, это роялти токен, то есть, в принципе, в названии понятно, что это плата, он дает право на претендовать на часть чистой прибыли. Спасибо, что это проявляет. Да, роялти. Это, получается, аналог привилегированной акции, которая нигде не котируется, то есть это наш внутренний инструмент, который просто регулирует отношение выплаты дивидендов. То есть вся прибыль компании, это вот весь объем матер. То есть, там, 100 тысяч долларов компания заработала, да, вот там, соответственно, у нас всего 5 миллионов матер выпущено, выпущено, вот, и, соответственно, пропорционально всем будет выделено. Без ограничений по времени. Без ограничений, да, естественно. Вот, то есть это навсегда, владение навсегда, если вы не захотите, там, продать, ну, обратно у нас есть инструменты байбека, то есть я обратно выкупаю, могу выкупить у пользователей. Дороже, чем продавал. Да, дороже, чем продавали. То есть разные ситуации, кто-то захочет, там, выйти в кэш, да, у кого-то какая-то своя стратегия, кто-то поменяет мнение, вот, и так далее. То есть есть инструменты байбека, то есть обратного выкупа в компании. Но для него не надо выходить на биржу. Да, мы не будем, это внутренние процессы, да, то есть никакой биржи не будет. Вот, и второй токен – это MATU. Это утилити токен, то есть он выполняет чистую механику, то есть это как раз стимулирующие функции, геймификация, вовлечение пользователей в процесс использования портала. То есть у него утилитарные функции, то есть с ним нет необходимости выходить на биржу. Поэтому нет, на биржу мы не пойдем. Но зато у нас все на блокчейне, все процессы автоматизированы, все в смарт-контрактах, и поэтому возможности где-то что-то потерять, какие-то деньги, да, или куда-то налево там что-то пустить, или какой-то бухгалтер, который с чемоданчиком убежал, такого у нас невозможно, потому что все запрограммировано. Да, конечно, да, да, то есть все алгоритмично, все на смарт-контрактах. Да, вопрос, какое общее предложение токеноматор и какой у него протокол? Не знаю, наверное, человек просто не подключился, не сначала. Вот, я, наверное, больше не буду отвечать на вопросы, которые уже озвучивались. Пересмотрите видео. Вот, токен выпущен тиражом, матр выпущен тиражом 5 миллионов токенов. Вот, он сгруппирован в лоты по 1000 токенов, которые продавались. Выпущен он в сети БСК, Binance Security Chain, да, вот, смарт-чейн. У нас было 5 туров продажи, да, да, да. И все 5 отыграли, из 5-го чуть-чуть не выкупили, и мы как раз эти токены сейчас раздаем тем, кто от 1000 и больше подключается. Да, 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 бонусные, да. Вот. Вот так. Все, давайте уже, да, я так чувствую, знаешь, мы сейчас еще сейчас на 2 часа, да. На самом деле время их не выкупили, а мы о чем поговорить надо, да, как бы так. Важный момент, который тоже вот не озвучили, но я считаю, он очень важный, когда показывал историческую доходность, алгоритм работает по, учитывается, алгоритм учитывает доходность по такой технологии, как бы, или способ называется High Water Mark, то есть по высшей отметке, по высшей отметке, то есть если, ну, допустим, был там депозит 1000 долларов, да, мы сделали 1100 долларов, мы 100 долларов сделали прибыли, да, мы взяли свою комиссию, там, ну, допустим, осталось там 1070 долларов, да, у пользователя. Вот. Следующая сделка, допустим, была минусовой, и он там, ну, откатился там до 1000 долларов. Мы не берем комиссию, вот, потому что, ну... Потому что было 1070? Был месяц. И пока мы не сделаем 1071 доллар, комиссия не будет браться, то есть это High Water Mark, то есть по высшей, это самое... Плохая новость для сетевиков. Почему? А потому что все же хотят прибыль побольше, побольше. А вот для пользователя отличная новость. Ну, здесь сохранение баланса, конечно, должно быть, то есть между... Пользователи должны быть. Да, однозначно инвестору должно быть, конечно, пользователю должно быть пользователю. Да, если интересно пользователю, значит, он будет долго держать деньги, значит, в конечном итоге выгодно. Просто это такой нюанс, о котором не говорят, и на самом деле там 90-95 предложений на рынке, они по-другому работают. То есть они, вот если ты опустился, там было 1100, опустился AD1000, сделал 1050, они с этих 50 снова возьмут комиссию, потому что, ну, они по профитным сделкам считают, по профиту за период. Так можно туда-сюда, туда-догонять. Да, 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 да. Это выгодно там трейдеру, либо управляющему, вот. Поэтому там, ну, поэтому мы не пользуемся внутренней системой копирования брокера, потому что по большей части, ну, у них вот так и организовано это все. Поэтому мы свою систему копирования поднимали, то самое, и, ну, по API-ключам. Да, 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 по API-ключам мы своей системой пользуемся. Потому что вот этот вот High Water Mark на бирже невозможно реализовать. То есть у них там по-своему все это дело устроено, чтобы было выгодно управляющим, которые нагоняют уже свою аудиторию, там, хомячков, как говорится, да, или, ну, то есть свою аудиторию нагоняют. То есть должно быть выгодно тому, кто торгует. У нас, как бы, такое, что мы наблюдем интересы инвестора, что, ну, работа в долгу, она предусматривает такие вещи. И, наверное, еще главное... Система, это реально, ну, история win-win, да, и там уже с годами опыта, там, понимаешь, что только так можно делать бизнес, только так можно делать большие бизнесы, только так можно работать в долгу. Стратегическое. Да, это стратегия. Что еще, наверное, то, что мы не акцентировали и не сказали, а важно это произнести, то, что помимо подключения к общему торговому счету, если у вас есть капитал 100 тысяч долларов, вы можете подключаться этим капиталом по опи-ключам. Это сейчас еще пока не реализовано? Ну, просто, да, интеграция, да, это просто интеграция. В месяц, да, это будет интегрировано, и, соответственно, с капиталами от 100 тысяч долларов можно переходить к нам на стратегию. На прямое копирование, да. Передавая деньги в управление. Да, да, мы настроим индивидуальный риск-профиль пользователю, то есть, кого-то там хочет более консервативный, а кто-то более рискован, ну, то есть, мы настраиваем риск-профиль. И весь этот объем, и та прибыль, которая будет получаться благодаря этому копированию, то есть, на больших суммах, также входит в объемы бизнес-плана, также входит в объемы бонусов и реферальной системы. Это тоже важно. Да. Все, давай завершать. Да, давай будем завершать. Ну, давай. Два с половиной часа. Да, даже больше, чем два с половиной. Ну, это было открытие компании. Я говорю, это можно себе позволить такое длительное, потому что мы много копили в себе, и вот мы хотели... Наконец-то выгодили, да. Ну что, спасибо, Максим. Спасибо всем зрителям, кто участвовал сегодня в эфире. До новых встреч, друзья. У нас теперь будут вебинары регулярно. Приходите на следующий. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok